Даже что сказать я не знаю, но скажу что-нибудь. Это же не важно, что ты говоришь, главное, чтобы тебя внимательно слушали. А внимательно тебя будут слушать, потому что если ты что-то такое скажешь, что зацепишь внимание. А чтобы зацепить внимание, я вам задам вопрос. Вот тебе лично задаю вопрос. О чем ты думаешь, когда ты ни о чем не думаешь? Вот когда ты сидишь вот так, и о чем ты думаешь? Вот о чем думает, например, собака, когда она сидит, или кошка? Ну все же любят там кошки, собаки. О чем думает собака, когда она как бы задумалась? Ну вот человек, оказывается, с детства любит рисовать. Я ездил в экспедиции на скальные изображения, когда был совсем молодым, мы искали. А там люди тысячу лет назад рисовали на скалах солнышко там или еще что-то такое. Ну я тоже рисую, да. А кто-то любит петь, ты, может быть, любишь танцевать, а можешь тоже рисовать, а может ты любишь ораторствовать, чтобы тебя все слушали. Но для этого же нужно, чтобы ты отпускал себя на это, но будучи подготовленным, что и как говорить, и в какой ситуации, чтобы ты был свободен. А это, если хочешь, ты узнаешь, конечно. Но чем шире человек, тем больше у него любимых дел. И чем больше любимых дел, тем он свободнее. Потому что любимые дела, чем больше их, тем больше точек опоры.